Литографию конца 19-го, начало 20-го века мы можем увидеть с вами здесь. Сейчас я объясню. Не разговаривай, пожалуйста, а слушай внимательно. Троицкий собор, вернее, предание. Именно на этом месте и родился преподобный Сергий. Там был дом бояр Кирилла и Марии, родителей. Мы знаем, что 20-й век, век безбожной власти, время, когда большевики разрушали храмы и монастыри на Святой Руси. Печальная судьба постигла и наш монастырь. В 30-е годы, вернее, в 20-е годы монастырь закрыли, а в 30-е разрушили Троицкий собор. И на святом месте осталось лишь маленькое здание Веденского храма, его, конечно, тоже закрыли. И там был инкубатор. И вспоминается русское пословище, что святое место пусто не бывает. В конце 20-го века монастыри, территории монастырей возвращали церковь. Так же случилось и с этим. В 90-е годы монастырь были были, вернее, территорию монастыря. Конечно же, вот в таком виде. Здесь, ну, единственное, были небольшие построечки. Но они были, конечно, в плачевном состоянии. И первым настоятелем был игумен Борис, который положил дорогу вдоль монастыря. Да, его благодаря этому, да, сюда стали уже потихонечку, в малом количестве приезжать паломники. Но вскоре уже вторым настоятелем, вернее, вторым настоятелем был дед Захарий, который сейчас исполняющий обязанности духовника Троицы Сергиевой Лавры. Затем уже третьим, да, настоятелем был архимандрит, вернее, уже ныне епископ Силуан, он сейчас является архиереем Лисковской епархии, это Нижегородской области. Вот благодаря трудам, знаменитвам отца Силуана на этом святом месте возродился монастырь. Вот всё, что мы с вами здесь видим, это всё труды отца Силуана. Благодаря ему были построены храмы, гимназия и всё остальное. Все постройки, которые мы с вами видим. В 2005 году у нас было историческое событие, было освящение Троицкого собора. В 2005 году сюда приехал московский, всеяруси Алексей II, который и осветил храм. Вот здесь на фотографиях мы можем видеть, что это наместник Троицы Сергея Желада, который также неоднократно приезжал и приезжает сюда для кормления. И сюда могут поступить все желающие, но мальчики. После 9 класса, конечно же. Ну, кстати, можно и поступать в 10 класс. В течение всего года принимается. Обучение проходит на территории монастыря, и все события нашей жизни проходят здесь в основном. Ну, конечно же, у нас бывают различные поездки, различные выходы из монастыря. Но это у нас, конечно же, все организовано, все вместе делаем. А также, ну, про гимназию подробно мы говорим позже. Просто можно один вопрос, да, походим. Гимназия платная? Гимназия на благотворительной основе. Кто сколько может сказать. В 2014 году, вот в этом году, у нас произошло еще одно немаловажное историческое событие. Это освящение Сергиевского собора. В этом году здесь будет педагогрессия. Он вырославил строительство этого собора, как раз, когда кончатка, к 2014 году. Кто знает, почему именно в 2014 году? Сергиевского собора? Да, да. Вот как раз через эту дату и построили этот собор. Вот мы можем здесь видеть с вами фотографию сегодня освящения. Вот мы можем увидеть здесь предыдущего настоятеля, епископа Силуана. Вот так же было освящение. Является и романах Пимен. Не ошибаюсь, сегодня на службе были, да? Да. Вот как раз-таки он сегодня и возглавил богослужение. Он вчера был изма именно на исполнительном богослужении. Да, да, да. Его трудами у нас продолжается движение в инстаре, а так же гимназия у нас действует. И не пустеет. Люди приезжают так же со всех концов нашей страны и даже из зарубежья. Вот мы здесь можем увидеть фотографии предыдущих выпускников. Вот последний выпуск, который был девятый. В этом году уже будет юбилейный десятый. Если сейчас у вас нет никаких вопросов, можем пройти дальше. Седьмой. Седьмой. Нам надо подумать. А ты что говоришь, что я был с четвертым. Вот это пострюг, это четвертым. Какое? Это с девятого. Чего? С половиной деревянной, половиной камеры. Это странно при ему доме. Там сейчас никто не живет. Это тренировка. Интересный, балбук, береговый, я управляюсь. Вот так же. Делеговый остановить. Он просто более отреставрированный. Но еще просто нет денег у него. Он продолжает сделать так, чтобы он мог, чтобы там могли остановиться поломки. А, тоже не поломки. Да, но сейчас там очень ужасные условия. И как-то не смог бы быть заправлено. Денег нет. Все хорошо. Странский корпус до революции и снижения логатия логатеря. Так же первые годы построили. Странский корпус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok